Продолжение следует... Как в описании райской природы, Ефрем Сирин употребляет также самые яркие краски, хотя в том и другом случае он дает понять, что картинность, или, если можно так выразиться, поэтичность его восточной живописи, не следует принимать в прямом буквальном смысле, отдельно от того высокого духовного содержания, для которого она служит только средством конкретно передать мысль и облечь в живые образы, вдохновенное чувство любви к предмету почти недосягаемого духовного созерцания, к отечеству всех радостей, надежд и стремлений святых душ. Пребывая в раю среди роскошной, неописуемой природы, праведный наслаждается обитованным наследием, блаженством райской жизни. Облеченные в одеяния света, они свободны от всяких позовов, страстей и потребностей, неизбежным в земном и телесном существовании. Им чужды прежние горе и страдания земли, как и земные радости. Их блаженство, их пища, хвала Бога, их одеяние свет, их вид, величие и высота. Все в них духовно или одухотворено высшей духовной силой, поставляющей их в ближайшее общение с Богом и с ангелами. Вся их жизнь беспрестанная хвала и прославление Бога, беспрестанное пение «Свят, свят, свят Господь». Почему и самое место их пребывания в Ремсире называют местом Ассанны или Аллилуйя. Они прославляют благость Божию, и в их устах реки премудрости, в их сердце мир в познании истины, в испытании благоговения, в их хвалебном пении любовь. Приведенное описание рая у Ефрема Сирина, несмотря на яркий восточный колорит, в существенных чертах, безусловно, гармонирует с тем общим мнением о местопребывании и о жизни отшедших праведных душ, которые существуют с первых веков христианства на Западе и на Востоке, и которые у отцов церкви, у христианских ораторов и поэтов выражалось, как и Ефрема Сирина, в целом ряде живописных образов и картин, восторгающих чувства и вводящих мысли христианина в горние обители загробной жизни. На Западе, кроме Лактанция, Амросия Медиаламского и других, почти такое же, как у Ефрема Сирина, и при том также высокопоэтическое описание рая, встречается в гимнах его знаменитого современника Климента Аврелия Пруденция. Вот, например, какими чертами в одном из своих гимнов он описывает блаженное местопребывание праведных. Там, в раю, говорит он, земля усеяна розами и разноцветной травою, разливает благоухание и орошает журчащими ручейками орошаемое, производит пахучие фиалки и нежные кроки. Там струится бальзам, истекающий из нежных веток. Там распространяет благоухание драгоценный кинномон, коричневое дерево, и другие редкие растения. Там блаженные души, ступая непорочными стопами по лилиям, оглашая зеленеющие поля согласным пением сладостных гимнов. Сравним эти поэтические изображения с одним из видений в мученических актах святой Фелицитаты и Перепитуи, древность которых засвидетельствована Тертулианом. Четыре ангела, рассказывает святой мученик Сатур, вывели нас из темницы, и вместе с ними направились мы к востоку. Мы поднимались вверх, но не прямо перпендикулярно, а как бы по склону прекрасного и незаметно возвышающегося холма. Лишь только мы удалились немного от земли, как нас окружило блистание света. Я сказал тогда Перепитуи, бывший под лебеня, сестра моя, обетование Господне исполняется. Вот то, что Господь обещал нам. Пройдя еще немного, мы вступили в сад, в котором было множество разного рода цветов. Тут были кусты розы, высокие, как кипарис, белые и красные цветы, которых движимое дуновением нежного зефира, сыпались и представляли из себя как бы падавший густым слоем пахучий разноцветный снег. Четыре ангела, еще более блестящие, чем те, которые были с нами, вышли навстречу и приветствовали нас. Мы пошли по этим обширным и прекрасным садам и встретили здесь все Кондо, Сатурнина и Артакса, которые пострадали за веру, были сожжены живыми, и Квинта, который умер в темнице, также за веру. И когда мы спросили, где находятся другие мученики, пострадавшие за веру, ангелы сказали нам, «Войдите и приветствуйте домовладыку этого прекрасного сада». Перед нами был великолепный чертог, стены которого, казалось, были сделаны из чистых алмазов. Мы вошли в него, и в одной из комнат, которая была несравненно прекраснее и богаче всех других, через которые мы проходили, ангелы каждому из нас подали белые одежды, раздавались голоса, сливавшиеся в единогласном пении и беспрестанно повторявшие «Святый! Святый! Святый!» Сатурн рассказывает далее, что они были представлены перед престолом Господа Иисуса, около которого по правой и по левой сторонам золотых седалищих восседали двадцать четыре старца. Господь принял их в Свои объятия и дозволил остаться в этих прекрасных местах, пользуясь всем, что находилось в них. «Мы остались», — говорит мученик, — «и нашей пищей служило благоухание райских цветов и растений». Приложение Высокие приготовительные условия к блаженству святых Суд и прославление святых Люди всех возрастов, положений и наций от начала сотворения мира до известного одному лишь Богу дня должны будут явиться на суд и услышать свой приговор «Страшный день! Счастливый день! Счастливый для тех, которые забыли о пришествии Спасителя своего! Счастливый для тех, которые надеялись и ожидали Его!» Тогда каждый должен будет дать отчет в своей жизни Именно как он пользовался дарами, полученными от Бога Временем, здоровьем, разумом, благодатью, скорбями, помощью и внушениями Грехи юности, забытые грешниками, со всеми частными падениями, откроются перед людьми и ангелами Они оскорбляли Спасителя Иисуса Христа, не слушая Его слов Оскорбляли Его служителей, преследовали Его последователей Они увидят Его тогда, сидящим как судью своего Их совести будут обвинять их и напоминать им об их преступлениях Куда скроется несчастный грешник? Кто поймет смущающего сердца мысли? Ни мир, ни его прежние друзья не в силах помочь ему Было время, грешник, когда Иисус Христос желал спасти тебя А ты не хотел этого Теперь ты желал бы этого, но он уже не хочет Ты напрасно будешь теперь воскресать горы Падите на меня и закройте меня от лица сидящего на престоле и гнева Агнца Итак, я требую от тебя перед Богом и Спасителем Иисусом Христом Который должен судить живых и мертвых, когда явится в царстве своем Серьезно поразмыслить обо всем этом Но зачем смущаться тебе душа смиренная и благочестивая Спасший Ноя от потопа и лота при разрушении Содома Забудет ли он тебя в этот день? Сумеет Господь избавить благочестивых от напасти И соблюсти грешников для наказания в день суда В тот день он поразит ужасом своих врагов И покажет своему народу неизглаголанное счастье Тут нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их Кто осудит, если судья не осуждает? Исповедующих Меня перед людьми Я исповедую перед Отцом Моим Небесным Невыразимая радость Спаситель наш, любящий нас и любимый нами Будет нашим судьею Христианин Иисус Христос будет судить тебя Тот, который сошел на землю, терпел, плакал, проливал свою кровь и умер за тебя Тот, который был судим, осужден и принесен в им властелительную жертву за тебя И после того, как Он исполнил самую большую часть Своего служения в искуплении, возрождении, освящении и спасении тебя Разрушит ли Он все свое дело? Торжественность и величие у этого дня так представлены апостолом Праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его В пламенящем огне совершающего мщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа Которая подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его Когда Он придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших Так как вы поверили нашему свидетельству Другие приготовительные меры к блаженству святых состоят в их торжественном прославлении и участии в Царстве Божьем Потому что как Христос их глава был царем и первосвященником Так и избранные Его сделаются царями и священниками Бога Чтобы царствовать и всегда петь хвалу Ему Венец правды, сохраненный для них, дан будет им в тот день Господом праведным судьею Они были верными до смерти, и за это Он даст им венец жизни Делая их участниками, Он обратится к ним следующими словами Хорошо, верный и добрый раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя Войди в радость Господина Своего Он скажет им следующие утешительные слова Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира Преимущество блаженства святых Посмотрим далее, какие преимущества соединяются с блаженством святых Преимущество этого блаженства – это наследие приобретенное Дар, данный не по заслугам Дар преимущественный для святых Общение со святыми и ангелами Непосредственное происхождение всех радостей от Бога Наконец, совершенный и вечный покой Почесть в высшей степени замечательной по отношению к блаженству святых Это наследство приобретенное Ефесянам 1.14 То есть сыною крови Сына Божия Это самое величайшее выражение любви Отдать жизнь свою за любимых И какой беспрерывной радости мы будем исполнены Когда будем иметь перед глазами непрерывно Иисуса Христа, нашего Искупителя И в своих сердцах глубокое сознание любви, потерпевшей смерть за нас С каким восторгом святые будут вечно созерцать своего милосердного Искупителя Созерцание его ран любви не откроет наших ран скорби Тот, который тотчас после своего воскресения обратился к бедной грешнице С всеми утешительными словами «Жена, зачем плачешь ты?» Может пробуждать радость и любовь без малейшего признака скорби Другое преимущество блаженства святых – это то, что оно есть дар Божий Оно дорого стоит для Христа, но даром даровано нам Мы получаем и наследуем его даром без серебра и всякой цены Каким высоким вечным благоговением должны проникать все святые при мысли об этом даре Что такого во мне, что Спасителю достоил меня такой участи Что облег меня бедного, жалкого, такой высокой славою Возвел меня к персть земную на такую высоту Что наполнил сердце мне радостью Кто может измерить эту бесконечную любовь? Пусть это блаженство было бы даровое и независимое от нашей заслуги Это уже предмет достойной изумления Но оно дано нам вопреки нашим делам Наперекор тем усилиям, которые мы предпринимали для нашего собственного падения Каким изумлением будем мы объяты при одной мысли о безмерном расстоянии между нашими делами и даром получаемым Какую любовь пробудет в нас следующая мысль? Вот место, куда грех вел меня И место, куда привел меня Христос Там смерть, возмездие за мой грех Здесь жизнь вечная Дар Божий через Иисуса Христа нашего Спасителя Это блаженство особенное для святых Принадлежит только им, из всех сынов человеческих И общий всем святым Оно состоит в общении блаженных духов, святых и ангелов Под угловенством Иисуса Христа Оно состоит в общении святых во всей своей полноте Если надежда быть вместе с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Божьем Пробуждает в нас радость законную То в большей мере пользование и обладание этим благом Будут исполнять нас радостным чувством Единение с Моисеем, Давидом и всеми искупленными Вечно поющими песни Агнцу Видение Еноха, ходящего перед Богом Ноя, получившего награду за свое благочестие Иосифа за свое целомудрие Иова за свое терпение И всех святых Все это составляет награду за веру их Мы там не только узнаем наших предков Но и всех святых Всех времен Которых мы никогда не знали во плоти Мы узнаем их И будем наслаждаться их присутствием Да и ангелы, подобно святым, будут друзьями нашими Радуясь на небе о нашем обращении Они возрадуются вместе с нами о нашем прославлении Еще преимущество блаженства святых состоит в том Что они будут принимать все виды радости непосредственно от Бога Теперь христиане знают по опыту Что самые высокие наслаждения суть вместе и самые дорогие Особенно происходящие непосредственно от Духа Христиане чем более предаются молитве и созерцанию Тем более проникаются жизнью и радостным чувствам Потому что они получают все непосредственно от самого Бога Это не то значит, что нам можно было бы поэтому перенебрежать проповедью, чтением или всяким другим благодатным средством, установленным от Бога Но пользуясь этими средствами, христианин должен поставить себя выше их Есть радость и в этих несовершенных общениях Но полнота ее состоит в непосредственном присутствии Бога Тогда мы будем наслаждаться светом без светильника и непрестанным днем без солнца Город этот не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего Слава Божия, свет его и агнец светильник Не будет там ночи и не будет нужды в свете от светильника и солнца Потому что Господь Бог будет освящать их И будут царствовать во веки веков Блаженство это будет совершенно Радость наша будет без всякой примеси печали В этой пристани мы будем под защитой от волн, обуревающих нас здесь Мы будем свободны от всего злого, как от греха, так и от скорби На небе не будет совершенной греха Не войдет туда ничего скверного и не будет там предающегося мерзости и лжи Зачем бы Христу умирать, если бы небо могло быть обителью душ несовершенных Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола Его кровь и его дух не должны оставлять нас с нашими скверными Христианин Ты на небе не будешь более грешить Не благая ли эта весть для тебя, так долго молившегося и трудившегося, чтобы обезопасить себя от греха Твои желания будут исполнены Ты освободишься навсегда от этого грубого сердца, этих дурных мыслей Которые преследовали тебя при исполнении почти всех твоих обязанностей Там мы будем защищены против всех искушений сатаны Как горько для христианина, хотя бы он не поддавался искушениям Быть непрестанно возбуждаемым к отрицанию своего Господа Как прискорбно смотреть на себя, подверженного таким страшным возмущением Осаждаемого такими нечистыми помыслами Сомневаться иногда в благости Божией Унижать жертву Иисуса Христа Сомневаться в истинности Писаний Возмущаться против провидения Как горько быть возбуждаемым к тому Чтобы обращаться к предметам мира Увлекаться греховными стремлениями Предаваться плотским удовольствиям И иногда даже отрицаться Бога Как скорбно предаваться этим искушениям Особенно когда мы сознаем ложные направления своих сердец Знаем, как они восприимчивы воспламеняться от прикосновения к одной из этих искр Сатана может увлекать нас здесь Но для него недоступен святой град Так, не будет там места никаким искушением мира и плоти О, какими опасностями мы окружены здесь постоянно Все наши чувства, все члены, все творения Служат кознями для нас Мы едва можем открывать глаза, чтобы не быть в опасности Завидовать высшим нас и презирать низших Желать богатства и почести каких-нибудь С гордостью смотреть на отрепья и бедность других Красота пробуждает в нас зависть Безобразие, отвращение и презрение Какой постоянной и активной деятельности требует наше желание Обладаем ли приятностью и красотой Сколько пищи для гордости Одарены ли мы рассудком и дарами знаний Сколько поводов гордости к искательству похвал И к презрению братьев Возвысились ли в авторитете Сколько искушений к злоупотреблению нашим значениям К признанию законам нашей воли Оказались ли мы в униженном положении Как мы делаемся склонными Завидовать возвышению других Подвергать их действия собственному осуждению Богаты ли мы Сколько гордости Бедны ли Какое искушение для недовольства Не Бог служит причиной затруднений для нас в этом Но наша собственная поврежденная природа И мы Мы сами делаемся для себя вредными Главное наше утешение в том Что мы будем защищены от всех этих искушений На небе все соединится Чтобы мы возносили хвалу нашему великому избавителю Будем так же покойны от всех наших бедствий Малозначащим это кажется тем Которые живут в радости и довольстве Но для души всегда скорбны Это ожидание делает утешительной Самой мысль о небе О душа моя Перенеси немощи своей земной храмины Они лишь недолго будут продолжаться Грядущий искупитель Поможет тебе достигнуть цели Последняя ступень нашего прославления Составляет вечное продолжение этого блаженства Без чего прочее ничего бы не значило Одна мысль о прерывности его Отравила бы все наши радости Но, о блаженная вечность Где такие мысли не будут омрачать нашей жизни Такие опасения не будут нарушать наших радостей О душа моя Оставь все прелести настоящего счастья Расстанься с землей и отрешись от плоти Чаще думай и рассуждай об одном слове Вечность Почему же Жить и никогда не умирать Радоваться и радоваться непрестанно Счастливыми почитали бы себя Осужденные нагиенские мучения Если бы они могли надеяться Освободиться от них После миллионов веков Несчастны были бы святые на небе Если бы они были лишены этого После продолжительности миллиона миров Вечный Пусть грешник вспоминает это слово И да пробудет оно его от смертного сна Пусть душа благочестивая думает о нем И да воодушевляется им Среди самой глубокой агонии Таким образом я старался открыть перед тобой славу будущего Но как недостаточно мое слово к выражению ее превосходства Читатель Если ты смиренный и кроткий верующий Если ты стремишься к этому блаженству Всеми желаниями и усилиями То скоро почувствуешь истину всего этого Скоро убедишься Что все сказанное мною выше реальности А виденное тобой Пусть воспламеняет твои желания И пробуждает усилия Встань И отдайся труду Стремлению, борьбе беспрестанной Усилию Перед тобой награда верная и славная Не предавайся колебаниям И все будет твое Сколько людей сделалось бы христианами в жизни И исполнение обязанностей Если бы они всегда помнили об этой славе Представляющиеся их мысли В каком расположении были бы они Если бы их надежды небесные были живы и полны веры Были бы их сердца так невосприимчивы Искали ли бы они себе утешений на земле Иссли, Господи, наши плотяные сердца А то, как бы наша неверность Не лишила нас этого божественного блаженства Смотри книгу «Вечное блаженство» Исслимство святых Ричарда Бакстера Перевод с французского 1882 год Глава 7 Загробная участь грешников Видение мук грешников Один благочестиевый воин был при смерти И, возвратившись к жизни, рассказывал «Я видел темную и мрачную реку, через которую был мост По этому мосту был творим искус или испытание Кто грешен, тот упадал в эту темную и зловонную реку А кто праведен, тот проходил по нему свободно и беспечально По ту сторону этой реки виден был зеленеющий луг Благоухающие травы и цветы И видны были обители, живущими в них в белых одеждах мужами А одни обители стояли ближе к реке и мосту А другие дальше До одних обителей доходил смрадный запах реки этой А до других нет Еще строилась одна светлая обитель, чудная и благодатная Из одних золотых камней А для кого? Неизвестно Такое было благоухание в том месте Что переходившие через то место И жившие тут от одного обоняния и благоухания его насыщались Близ той страшной реки я видел умершего четыре года уже назад Некоего мужа именем Петра Висящего стремглав В страшных тех местах, связанного великими Тяжелыми железами Я спросил его За что он так страждет? Он ответил За то, что Когда мне ввелено было Кого наказывать за преступление Так я наказывал Не столько из-за послушания Сколько по жестокости И бесчеловечию характера Один расслабленный и изнемогая в духе терпения С воплем просил Господа Прекратить его страдальческую жизнь Хорошо Сказал явившийся больному ангел Господь, будучи неизреченно, благ Соизволяет на твою молитву Он прекращает твою временную жизнь Только с условием Вместо одного года страданий на земле Которыми каждый человек очищается Как золото в огне Согласен ли ты пробыть Три часа в адских мучениях? Твои грехи требуют очищения от страданий Собственной твоей плоти Ты должен уже быть в расслаблении еще год Потому что как для тебя Так и для всех верующих Нет другого пути к небу Кроме крестного Проложенного безгрешным Бога человеком Этот путь тебе наскучил на земле Испытай эти муки Только в течение трех часов А после молитвами Святой Церкви Ты будешь спасен Страдалец задумался Год страданий на земле Это ужасное продолжение времени Лучше же я вытерплю три часа В этих бесконечных муках Сказал он себе Чем год на земле Согласен в ад Сказал он наконец ангелу Ангел тихо принял его страдальческую душу И заключивший ее в преисподних ада Удалился от страдальца Со словами утешения Через три часа явлюсь я за тобою Господствующий повсюду мрак Теснота Долетающие отовсюду звуки Неизъяснимых грешнических воплей Введение духов злобы В их адском безобразии Все это слилось Для несчастного страдальца В невыразимый страх и томление Он всюду видел и слышал Только страдания и вопли И не ползвука радости В необъятной бездне ада Одни лишь огненные глаза Демонов сверкали в преисподней тьме И носились перед ним Их исполинские тени Готовая сдавить его и сжечь Своим гиенским дыханием Бедный страдали Затрепетал и закричал Но на его крик и вопли Отвечала только адская бездна Своим замирающим вдали эхом И клокотанием гиенского пламени Которая клубилась Ввиду трепетавшего заключенника Ему казалось Что протекли уже целые века страданий С минуты на минуту ждал он к себе Светоносного ангела Но ангела не было Наконец страдалец отчаялся В его райском появлении И скрижища зубами застонал Но никто не внимал его воплем Все грешники Томившиеся в бездне гиенской Были заняты собою Своим собственным только мучением И ужасные демоны в адской радости Издевались над мучениями грешников Наконец тихий свет Ангельской славы Разлился над бездною С райской улыбкой Приступил ангел К добровольному страдальцу И спросил о его состоянии Не думал я Чтобы в устах ангельских Могла быть ложь Прошептал едва слышным Прерывающимся от страданий Голосом страдалец Ты обещался взять меня Всегда через три дня Через три часа А между тем Целые годы Целые века Протекли в моих Невыразимых страданиях Что за годы Что за века Кротко отвечал ангел Час Один только час Прошел со времени Моего отсутствия Два часа еще Быть тебе здесь Два часа В испуге Спросил страдалец Два часа А это Час только протек Ух Не могу более терпеть Нет силы Если только можно Если только есть воля Господня Умоляю тебя Возьми меня отсюда Лучше на земле Буду я страдать Годы и века Даже до последнего дня До самого пришествия Христова на суд Только выведи отсюда Меня Невыносимо Пожалей меня Со стоном Воскликнул страдалец Простирая руки И к светлому ангелу